Праздничное платье будет выглядеть еще более стильно, если добавить к образу правильную прическу и подходящий мейкап. Несколько советов на тему завершения образа на выход рассмотрим на конкретном примере вместе с нашими экспертами Яной Панфиловской и Анастасией Доценко. Макияж это всегда финальный штрих, поэтому самое главное первое это определиться со стилистикой, со своим нарядом, который будет, да, и потом уже от этого придумать прическу и потом уже подобрать макияж. То есть не наоборот, макияж не подбирается вначале, а потом все остальное. Если вы делаете макияж, то в любом случае делайте акцент в первую очередь на кожу, потом все остальное. То есть если красиво проработана кожа, то любой макияж на ней смотрится очень хорошо. То есть самое главное в макияже это кожа. А сейчас мировые дизайнеры нам предлагают вообще свободу действий и уже можно делать все, что угодно. Сегодняшняя мода это сплошные цитаты из прошлых десятилетий. И в вечерних образах эти тенденции прослеживаются прежде всего. Сейчас основная тенденция это все-таки возвращение в прошлое. Это 70-е, 80-е, 90-е годы. Сейчас очень актуальны всевозможные украшения, ободки, аксессуары, которые используются в волосах. Это может быть не только какое-то готовое украшение, это может быть вплетенная лента или завязанный банк. Сейчас актуальны очень стрелки. Всевозможные варианты. Стрелы длинные, толстые, короткие и, конечно же, спарковые. То есть блестящие тени, сияющие. Ну, в Новый год, конечно, можно позволить себе активные блестки, прям крупные. И сейчас актуальны очень, когда они разного размера. То есть большая блестка, мелкая блестка. И все они вот так перемешаны и на глазу смотрятся очень интересно. Блестки в основном бывают в виде сыпучих. Вот как раз если она сыпучая, то ее нужно прикреплять на эту базу для пигментов. Если блестка кремовой текстуры, то ее можно прикреплять как раз на тени, на века, сухим способом. То есть прям с тюбика пальчиком лучше всего наносить, не кистью, лучше всего пальцем. Также актуальны сейчас стразы. Можно приклеить по верхнему контуру стразеньки, либо на нижний контур приклеить, либо вообще куда-нибудь в уголок. Ну, стразы самое главное, чтобы они были блестящие, чтобы они не были матом. Сегодняшний макияж – это по-прежнему активные брови. Однако эксперты отмечают, что данный тренд идет на спад. Блики на скулах, которые создаются с помощью хайлайтера, тоже становятся скромнее. Сейчас хайлайтер вот такой прям, который из космоса виден, он уже не отошел немножко на второй план. Какой-то даже период был матовая кожа популярная, но это все благодаря западным блогерам. У нас этот тренд быстро отошел. И общий такой сейчас тренд – это легкое свечение кожи, то есть не активное, а как будто просто кожа светится изнутри. То есть нужно выбирать хайлайтеры очень тоненькие, либо кремовые. Антитренд, конечно, тонкие брови до сих пор, которые прям совсем ниточкой тонкие. Уже нет такого, как раньше мы их называли, брови как у волка, да, то есть такие активно, ну, сильно, когда они наверх зачесаны. То есть, как правило, от природного отталкиваемся момента, то есть если у девушки от природы такие активные брови, то их, конечно, можно зачесать. Если как таковых нет, то можно оставить шаг, сделать более классическую форму. Пучки ресниц – это то, что отличает вечерний макияж от просто яркого. Если вы решили наклеить их самостоятельно, лишний раз стоит послушать, как это правильно делается. Самое главное – хороший клей. Вот, это самое основное. Вот, хороший клей и плотно проклеивать. То есть именно не клеить на саму ресницу, а клеить ближе к контуру века. Вот это самое основное. Потому что если на ресницу клеить, то потом можно без ресницы. К вечеру они могут отвалиться просто. Вообще, когда к веку наклеены реснички, они, конечно, уже потом плотно держатся и даже можно ходить несколько дней. Акцент на глаза и на губы избавляет от мучительного выбора, что же все-таки выделить в макияже. Единственное, что стоит учитывать, что матовые помады на данный момент уступают свое место блескам. Все это уже отошло в прошлое. Можно выделять и губы, и глаза. Главное, чтобы это соответствовало образу. То есть смотря какая стилистика образа, как комфортно в первую очередь человеку. Если стилистика подходит, тебе комфортно, то можно выделить и глаза, и губы. Главное, правильные именно акценты расставить. То есть если, допустим, берем яркие глаза, то губы могут быть тоже яркие, но в одной насыщенности, к примеру. Сейчас больше актуально блестящие. Конечно, мы, как все девочки, любим матовые помады много, да, потому что с ними удобно. Но если судить по трендам, сейчас глянец очень актуален. И именно на темных помадах, бордовых, винных, глянцевой губы. Ну и также блеск бежевый и такой более нейтральный макияж. От мода 70-х, 80-х к нам пришли платья в стиле диска и объемы на голове. И где, как ни в вечерних образах, все это можно использовать. Сейчас опять вернулась мода на чесы, на объем, на всевозможные вот эти текстуры в волосах. Сейчас, допустим, мы сделали прическу в стиле такой современный брижин бордо, поэтому мы сделали очень активный объем, мы добавили аксессуары. Объемные волосы тоже считаются трендом, как раз таки на новогоднюю ночь. Но единственный момент, что нужно делать текстуру волос уже более современную, да, не какие-то пудри такие закрученные, кукольные, как будто вы очень сильно готовились. А нужны очень мягкие волны, чтобы это смотрелось и современно, и стилистики той, которую мы поддерживаем. Применять ли все эти советы вместе или использовать что-то одно – вопрос индивидуальный. А индивидуальность, кстати, сегодня тоже в моде. Главное, чтобы в новогодние праздники вы были ярче, чем когда-либо, но и чувствовали себя при этом тоже на все сто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова